Я Леонид Гурвитт, сотрудник Европейского радиоинтерферметрического института, расположенного в Нидерланде. Наш институт представляет собой ядро Европейской радиоинтерферметрической сети, в составе которой несколько десятков радиотелескопов расположены от Каримского моря на западе до российского Дальнего Востока, Китая и Кореи на Востоке. Они все работают совместно, наблюдают один и тот же источник. И все телескопы поставляют сигнал в центр обработки. Центр обработки находится как раз в нашем институте, ближе к моим интересам профессиональным. В астрофизике существует целый набор проблем, которые, безусловно, фундаментальны. Но сверх того, они еще и актуальны. Они возникли в последние десятилетия. Они привлекают огромное внимание и они обещают прорывные открытия в ближайшие годы и десятилетия. К ним относятся утверждения и детальные исследования гравитационных полу различной природы. Это, безусловно, главный взгляд на Вселенную. В области космологии мы подходим к тому, чтобы наблюдать экспериментально, вернее, утверждать и исследовать барионные осцилляции, предсказанные здесь, в Динамитровом институте Лебедевым, Андреем Дмитриевичем Сахаровым и его сотрудникам. Ближе к нашему Дому, к Земле, чрезвычайно интересные события происходят на фронте звездной астрономии. Все больше и больше звезд оказываются хозяйками планетных систем. И еще 20 лет назад это казалось либо неопределенным, либо даже невозможным. А теперь так называемых экзопланет становятся известны все больше и больше. Безусловно, среди них появятся планеты, на которых может возникнуть примитивная жизнь. Ну а уж там дальше кто знает. Экзопланеты — это феномен, безусловно, фундаментальной природы. Это неоспоримо. Второе. Как фундаментальная научная категория, она не соотносится с административными, государственными и прочими границами. Лучше делать утверждения менее категоричными. Экзопланеты открыты в Швейцарии, группой, которую возглавляет профессор Майор. Это произошло на рубеже веков 20-21. Иосиф Смолыч Шкловский. В этой книге подробнейшим образом анализируются проблемы того, что сейчас называют экзопланетой. Никакой рекламы здесь нет. Это фундаментальная проблема. Я гонка за знаниями. Нет такого ощущения. Фундаментальная наука границ Киева, которая меня очень интересует, это, например, физические процессы, наиболее мощных, компактных генераторов энергии. Самые мощные, скажем так, электростанции Вселенной. Активные галактические ядра. В общих чертах мы понимаем эти процессы. В частности, мы пока плывем. Нет, речь идет о квазарах. Квазар. Квазар – это объект звездной массы. Это звезда. Нитрон. Аквазар – это объект по массе, это восходящая звезду на 7-8 порядка. А то и 9, это совершенно другого масштаба. Это квазары. И физика квазаров, хотя и исследуется интенсивно, потому что его почти полнер, больше полнер, по-прежнему содержит много загадок. Между прочим, это очень интересный пример взаимодействия. Ну, о них, кстати, Ишкловский тоже еще говорил. Я смотрел фрагменты, они известные. Где вы смотрели? Была же конференция, которая ему посвящена еще. В прошлом году еще не шума. Да, я была один из ее организаторов. Конечно. Конечно, Ишкловский и Гитл, которому посвящена эта конференция, занимались этими объектами. То есть, эта проблема, она настолько велика, что она до сих пор еще открыта с каких-то сторон. Ну, я сказал, целых 50 лет. На самом деле, можно сказать, всего 50 лет. Джон Коссалевер, австралиец. Он работал в качестве пост-дока молодым человеком в радиоастрономической обсерватории Вестербург, Нидерландер. То есть, это все заслуга астрофизика? Конечно. Радиоастроном, скажем так, специфически. Его научный руководитель, профессор Рон Диккерс. Оба в добром здравии можете найти их связаться. Если хотите, могу найти имейл, адреса. С удовольствием оставаться. Профессор Рон Диккерс поручил молодому сотруднику Джону Асалеверу разработать систему наблюдения квазаров нестандартной. Антенны радиотелескопа должны были быть соединены нештатным образом для проведения определенного эксперимента по исследованию квазаров. Джон Асалеван, талантливый инженер, задумался, а зачем мне соединять антенны капелями? Мы же радиоинженеры. Почему нельзя бы их соединить по эфирным образом? Но, естественно, возникает проблема, что надо избежать помех, и надо их добиться того, чтобы сигналы антенны А и Б не перепутываются. В этом месте он изобрел то, что сейчас называется протокол Wi-Fi. Какая сейчас капитализация Wi-Fi, если выразить ее в рублях, в чем хотите? Колоссально. У вас цифровая камера? Да. Как преобразуется сигнал, который идет от моей физиономии в вашу камеру? С помощью какого? С помощью процессора. Да, математически он чем? Чем? Математически там алгоритм не планшет. Какой? Не могу сказать. Быстрое преобразование Фурье. Где и кем оно было изобретено? Быстрое преобразование Фурье не во всех, наверное. Это уже физический уровень. Секундочку. Здесь используется быстрое преобразование Фурье, цифровое, в двоичном коде. Где и когда оно было изобретено? Кем? Я прошу прощения. Тут уже спорный вопрос насчет того, насколько это фундаментально. Это все-таки прикладная задача. Секундочку. Эта прикладная задача родилась на лепестках, как мы говорим, как бай-продукт фундаментальной задачи построения полной радиокарты Вселенной. Какой спорный? Этим занимался Рональд Брейсуэлл, радиоастроном. По чистому совпадению тоже австралийцы. Никак не связан в предыдущем. Чистое совпадение. Брейсуэлл ввел в обиход применение быстрого преобразования Фурье для фундаментальных задач. А после этого те же самые алгоритмы, те же самые схемы были реализованы, в том числе и для того, чтобы работать в вашем гаджете. Вот так фундаментальная наука переходит в повседневную жизнь. Сначала в приложение высокого уровня, а затем в повседневных, в том числе и те, которые мы работаем. Какую область или спектр знаний, какие фундаментальные проблемы, которые, может быть, уже задел какой-то есть, но они только намечены, скажем так, которые не решены, но очень интересны и которые имеют большую перспективу. Рекламировать? Рекламировать не нужно ничего. Реклама вообще контрпродуктивна в науке. И, естественно, мои студенты работают со своими проектами в этой же области. Мои индивидуальные, мои интересы распределены по, так скажем, шкале красных смещений. Я думаю, что это вообще известный термин. В общем, можно считать, что красные смещения — это как бы мера расстояния, масштаба всей Вселенной. Мои личные интересы расположены на противоположных концах шкалы красного смещения. Я интересуюсь очень далекими объектами. Эти объекты находятся так далеко, что свет от них до нас, до наблюдателей, идет время, сопоставимое с мосерством Вселенной. То есть то, что мы видим сейчас в тех объектах происходило тогда, когда Вселенная была в детском саду, если даже не... То есть это самые крайние галактики. Да, это галактики и базар на очень-больших красных смещениях. Их исследование позволяет, с одной стороны, изучить их собственные свойства, а это те самые машины, чрезвычайно мощные генераторы энергии, самые мощные, какие есть у Вселенной. А кроме того, их изучение позволяет оценить, даже, можно сказать, измерить характеристики всей Вселенной в целом. Попросту говоря, если выражаться совершенно популярными, то наши эксперименты позволяют взвесить всю Вселенную в целом. Просто вот как будто бы Вселенную целиком положили, один раздел интересов, другой находится в шкале красных смещений практически в нуле. Нашими методами можно исследовать планеты, Солнечные системы или спутники планет. Наши методы позволяют с чрезвычайно высокой точностью определять небесные координаты, или, строже выражаясь, состояние, вектор состояния космического аппарата, оборудованного радиопередатчиком. Переходя, опять же, на язык популярной лекции, я мог бы сказать, что нашими методами можно добиваться точности определения координат, которую, здесь я воспользуюсь вашим термином, рекламируют представители ЛАНАСС, GPS, Галилео, всех общих спутниковых систем, навигаторы которых стоят сейчас в автомобилях, например. Так вот, мы можем давать точность такую же, как эти системы, но не на Земле, а где угодно в Солнечной системе. И если мы измеряем вектор состояния космического аппарата с такой точностью, вблизи, допустим, спутника Юпитера, Ганимед, то мы можем изучить гравитационное поле Ганимеда с высочайшей точностью и таким образом ответить на вопрос, а есть у Ганимеда внутренние большие объемы жидкости, возможно, воды или нет. Если есть, то это будет один небольшой шаг в сторону обоснованного утверждения о том, что на Ганимеде, можно сказать, в Ганимеде, есть условия для возникновения жизни. Это относится к нескольким спутникам планет-гигантов. В системе Юпитера это Ганимед, и даже в большей степени Европа, не путайтесь, частью света, это спутник, Галилеев спутник Юпитера. И в системе Сатурна этот Титан, самый большой спутник, один из крупнейших спутников в Солнечной системе. Удивителен он тем, что обладает атмосферой по плотности превосходящей плотность атмосферы Земли. Давление атмосферное на поверхности Титана в полтора раза выше, чем атмосферное давление здесь, на Ленинском проспорте. Даже сегодня, когда такая непогода. Так вот, исследуя планеты и их спутники нашими методами, разработанными, между прочим, для дальней Вселенной, можно приблизиться к ответу на вопрос, уникальна ли жизнь во Вселенной. Я уже упоминал книгу Александровича Шкловского «Вселенная и жизнь здравы». Повторю еще раз всем, кто будет смотреть это интервью. Очень рекомендую прочесть эту книгу. Оригинальная книга была написана в 1962 году, но она обновлялась сначала самим автором, а потом его учениками. Эта книга остается актуальной. Кроме того, там есть очень интересные философские взгляды на проблему жизни и цивилизации во Вселенной. Они, в общем, не стареют, во всяком случае, не стареют на масштабе времени. В линге, задача сегодня, какая могла бы быть, которая могла бы входить, претендовать на любой курс, так, чтобы она была дать, то, чтобы изучали, и в каждом учебнике она была. Вы затронули. Сегодня, сегодня, что у нас такого есть? Реликтовое излучение, которое называется еще микроволновым, микроволновым излучением Вселенной. Открытие было сделано в 1965 году американскими радиоастрономами Бензиасом и Уилсом. Так вот. Это отпечаток большого взрыва, который мы видим до сих пор. Что-то наравне такого же. Сегодня есть, что достойно? Такого же внимания. Это явление продолжает оставаться одним из наиболее внимательно изучаемых явлений Вселенной. После открытия Бензиаса и Уилсона как на Земле, так и в космосе проводились специальные сложные наблюдательные кампании. Для исследования микроволнового фона были запущены 4 космических аппарата. один в Советском Союзе, первым. А вот детальное изучение продолжает оставаться актуальным. Фоновое излучение исследовалось и продолжает исследоваться на Земле. И четырьмя аппаратами. Реликт советский, а после этого американский КОБЭ, американский WMEP, и четвертый европейский аппарат Планк. Каждый следующий аппарат превосходил предыдущие по своим характеристикам. И на сегодняшний день в карте микроволнового фона Вселенной можно исследовать тонкие эффекты, тонкие структуры, неоднородности. На повестке дня стоит вопрос о получении подробной карты поляризации. Да, и это имеет прямое отношение к объяснению возникновения структуры Вселенной. Мы с вами, наши тела, состоят из вещества, изначально произведенного звездами. Для того, чтобы возникли звезды... Вы имеете в виду барионные? Да, мы с вами барионные. Пак, я точно барионный. Я надеюсь, что я тоже. Ну хорошо, значит, мы с вами в одном составе, в одном качестве. Так вот, исследование распределения микроволнового фона позволит понять процессы, приведшие к возникновению крупномасштабной структуры Вселенной, возникновения галактик и скамлений. Это от галактик в сторону больших, грубо говоря, размеров. И от галактик в сторону меньших это звезды, и дальше планеты, и так далее. Микроволновой фон имеет самое прямое отношение. И тот факт, что его открыли целых 50 лет назад, еще не значит, что мы все проникнули. Ну вот вы спросили, что результат как появилось в основном исследовании гравитационных волнов, экспериментально. Гравитационные волны уже... Ну, мы считаем, что их доказали. В прошлом году уже это опубликованный факт. Или это не всеми признанный факт? Нет, дело не в признании. Это примерно то же самое, что сказать, вот форадей сумел устроить там искру между своими электродами. Ну все, электричество, оно существует, и все, он закрылся. Но, что он не повсеместно проверен еще. Нет, не это я хочу сказать. Я хочу сказать, что это явление по-прежнему надо исследовать. И путь, который предстоит пройти от регистрации гравитационных волн, проведенных в эксперименте Лигриго два года назад до понимания и применения этого явления для исследования Вселенной, это примерно такой же путь, как от эксперимента Форадея, в котором у него искра проскакивала там вот эту электронику до применения электричественной энергии. Энергия есть темная материя. А вот я думал, вы скажете о ней, о которых мы знаем пока что. Мало. Мало. А почему вы неохотно, почему вы с нее не начали? Мне интересно. Мы почти убеждены, что и то, и другое существует. Во всяком случае, наше представление физики Вселенной будет серьезно, пошатнется, если нету и того, и другого, и то, и другое не существует. Есть, может быть, какие-то силы, которые предполагаются, помимо уже изученных. Вы вообще, я имею в виду, не вы лично, а как бы вот, как астрофизики. Пятая сила. Да, да. Есть, которая, вероятно, может быть, не берусь, не берусь, ответить. Которые, может быть, и относятся к природу, то есть самой темной энергии. Запрета нет. Но и нет граждания на существование. Вообще никакого указания. Время-то нет, пока нет. Итак, становятся известны некоторые явления, обнаруженные экспериментально, объяснить которые можно было бы, если бы существовала так называемая первая сила. которые могли бы быть претендентами на мёд и всё. Проходит некоторое время, и эти явления удаются объяснить известным образом, без привлечения. И здесь работает принцип минимума субстанций, минимума... Базисный принцип, да? Да. если вы можете всё объяснить минимальным количеством, ну вот вы этим и объясняете, не надо привлекать там, чтобы... Ну это не очень уверенное определение, конечно, но тем не менее, пока что прямого указания на существование нового типа взаимодействия нет. Может быть, исследование тёмной материи приведёт к необходимости появления всё-таки, вернее, приведёт к обоснованию необходимости нового типа взаимодействия. Но это чистая спекуляция. Может, приведёт, а может, и этого не знают пока. На ваш взгляд, инфлатоном что является? Инфлатоном что явлю? Я имею в виду, что является первопричиной, которая... Какая сила породила взрыв? Это есть... Хорошо, тогда что такое тёмная энергия? Вот тёмная энергия это нечто предсказанное на кончике пера Эйнштейном как некий параметр в его знаменитых уравнениях, в уравнениях общей теории относительности, которые описывают так скажем, гравитацию. Этот параметр был введён им в силу, скажем так, как математической необходимости из соображений изящества, он полагал, что у этого параметра численное значение ноль. И действительно, в таком предположении можно сказать, что уравнения приобретают определённую математическую изящность. в течение почти века делались попытки проверить, и, наконец, где-то в 90-е годы удалось, удалось, в 90-е годы 20-го, то есть примерно 20 лет до дата, удалось провести эксперименты, основанные на наблюдении сверхновых звёзд первого типа, которые подтвердили с неизбежностью, что лямбда неравна. существует расхожая такая легенда, что Эйнштейн считал своей величайшей научной ошибкой введение лямбда члена в своё уравнение. Судя по всему, эта легенда не имеет под собой никаких оснований. Серьёзные исследователи науки публикуют профессиональные и серьёзные работы, например, недавно была работа известного астрофизика и специалиста по истории науки Марио Лидио, в которой он показывает, что Эйнштейн никогда не писал и не говорил такие вещи. Наоборот, он всю жизнь пытался понять смысл этой константы, лямбда, члена. Так вот, исследование физического смысла этой величины остаётся одной из важнейших проблем современной физики, астрофизики, космологии. Можете продолжать список, как хотите. Между прочим, на этой конференции были очень интересные доклады на эту тему. Предыдущая сессия, на которой доклад делал профессор Московского университета, оттуда чернила. Очень интересный доклад именно на эту тему. Это то, что называется лямбда-член, а по-другому это называют тёмная энергия. Не будет с тёмной материей. Тёмная материя это нечто другое. То есть, тёмной материи тоже очень много. В принципе, тёмная материя, ну, она как бы проще, чем тёмная энергия. В том смысле, что она проявляет себя физически более понятным нам способом. Она проявляет себя как гравитирующая масса. То есть, мы её косвенно можем померить, что это? Да вот, хотелось бы, прямо, а не косвенно. Косвенно она измеряется, наблюдается уже давно. Всё началось с оптической астрономии, а затем наблюдается и в радио, и в гене. Тёмная материя приводит к тому, что звёзды, находящиеся в периферийных областях галактик, движутся под воздействием гравитационного потенциала, который невозможно создать видимыми нами известными объектами галактики. Причём, это пояснение, оно носит абсолютно неоспоримый характер этого утверждения столь же верно, сколь верна теорема Пифагора в плоском пространстве. Вот тут буквально так. А что является носителем тёмной массы, тёмной материи, мы не знаем. Самое простое объяснение. В галактике накиданы кирпичи обычных кирпичей строительных мусоров. Это холодное вещество. Оно не излучает достаточно яркого, ну скажем, света или другого излучения, чтобы быть регистрированным. А гравитация работает. Но трудно представить себе, что же это за такое вещество. А все известные нам субстанции, материи, из которых состоят звёзды, межзвёздная среда, частицы, которых очень много, элементарные частицы, которые очень трудно регистрированы. Например, ней три были попытки объяснить в тёмных материях большим обилием ней три но лёгкая частица слабо взаимодействует с другими, трудно регистрировано. Но если ней три это много, но вот, пожалуйста, не проходит. И это тоже. Загадка остаётся. Вот, пожалуйста, задача достойна исследования молодыми головами. межзвёздная межзвёздная межзвёздная